Я надеюсь, вы были внимательными слушателями Игоря и правильно спроектировали базу данных, правильно спроектировали сервисы, правильно все подошли к построению своей системы. И наступает время ответить, сколько нужно. Сколько нужно серверов, сколько нужно памяти, сколько нужно процессоров. И я постараюсь не дать ответа, а хотя бы обозначить направление, как нужно оценивать эти характеристики. Начнем с процессоров, ядр, геогерцев. Со временем развитие технологии развивается и если в 2008 году один сервер на 4 ядра мог обслужить приблизительно 50 пользователей, то сейчас это 300, около 300 человек. То здесь вы уже можете понимать, какая вилка у вас есть. Обращаю ваше внимание, что эти цифры касаются одного сервиса. То есть один картографический сервис может обслужить 300 одновременных пользователей, которые создают нагрузку порядка 120 тысяч запросов в час. Здесь часто идет путаница по поводу пользователей, одновременных пользователей. Когда мы заказчика спрашиваем, сколько у вас будет одновременных пользователей, он говорит, ну будет тысяча, будут все пользоваться. Но мы говорим о других пользователях, о пользователях, которые в настоящий момент активны. И как правило это десятки процентов от тех пользователей, которые называют заказчиками. Соответственно, вы уже можете обозначить вилку, приблизительно сколько вам нужно ядер, какой нужен сервер и сколько нужно заложить на лицензию. Опять же, использование новых версий процессоров удешевляет общее владение системы. Не скупитесь покупать новую технику. Она в итоге делает дешевле вашу систему. Мы тоже не стоим на месте. Не только улучшается работа процессоров, и из-за этого уменьшается время обработки запросов пользователя, но и программисты ЕСТРи очень плотно работают над оптимизацией. Здесь видите, скачок огромный был в 2008 году, когда вышел ARGIS версии 10.1. И здесь было значительное улучшение. Ну и сейчас потихоньку улучшается время отрисовки для каждого сервиса. Вы видите, что сейчас типовые сервисы, которые характеризуются, типа легкие, сложные, рендерятся в пределах от десятков сотен миллисекунд до секунды. То есть мы ожидаем, что пользователь не должен ждать больше одной секунды отображения. Если у вас происходит, что картинка рендерится больше, значит мы возвращаемся к предыдущей презентации Игоря и смотрим, что вы сделали неправильно. Может вы используете неправильную базу данных, индексы плохие, не оптимизированы. Может быть вы используете сложные условные знаки, и можно здесь что-то упростить, уменьшить количество данных, которые отображаются. На самом деле не нужны человеку, потому что человек не может объять все. Ему не нужно миллионы точек и тысячи точек на экране. Ему нужно 5-10, которые он сможет увидеть и оценить ситуацию на карте. Сколько экземпляров сервиса можно публиковать? Как Игорь говорил, количество сервисов, запущенных на системе, не бесконечно. Количество экземпляров сервиса тоже. Вы можете запустить 100 экземпляров сервиса, но это не значит, что сервис будет работать 100 раз быстрее. Оптимальное количество – это 4 сервиса на ядро. 4 экземпляра сервиса на одно ядро. Увеличивайте больше, у вас уже время простое. Если уменьшаете, процессор не дозагружен. Поэтому выбирайте так количество своих экземпляров, чтобы они не превышали 4 на ядро сервера. Еще один аспект. Чем меньше ядер у сервера, тем хуже он работает при высоких нагрузках. Вы должны понимать, что если ядро одно и сервер загружен даже на 50%, то он работает хуже, чем с такой же загрузкой сервер на 8 ядер. Поэтому чем меньше ядер, тем более низкий порог критичный загрузки сервера. То есть для одного ядра загрузка больше 50%, лучше чтобы не возрастало, потому что сразу начинает по экспоненте увеличиваться время отклика сервиса. Для 8 ядер это уже нагрузка может достигать 80%. Больше уже не рекомендуется, потому что использование ресурса, потому что это уже критично. Таким образом мы хотя бы определились, сколько нам нужно приблизительно ядер. Что дальше делать? Есть еще память. Память это немаловажная характеристика также, но с ней немножко проще. Есть рекомендации, которые также со временем изменяются. В 2012 году были рекомендации 3 гигабайта на ядро и 12 гигабайт на 4 ядра. Сейчас это 4 гигабайта на ядро. Но это не связано с тем, что Argus Star стал прожорливым. Программисты работают хорошо, они стараются экономить. Дело в том, что вы с большей частотой можете обрабатывать запросы пользователей, и, соответственно, у вас увеличивается требование к памяти для кэширования этих запросов в систему. И, соответственно, сейчас вам нужно 4 гигабайта, и это будет оптимально. Имеется в виду, что это сервер картографический. Если у вас есть сервисы геопроцессинга, то здесь уже зависит от того, что вы там напрограммировали, потому что один сервис может съесть всю память, которая у вас есть. То есть это рекомендация для картографических сервисов. Портал Frorgis. Рекомендация 4 ядра для 100 одновременных пользователей и 8 гигабайт. Больше, лучше, но бессмысленно. Соответственно, если у вас больше 100 пользователей, увеличиваете количество ядер, увеличивается количество гигабайт. Не справляется один сервер, добавляете. База данных. Опять же, все меняется, все течет. Но не память у базы данных, а технологии, которые они используются. И современные базы данных требуют больше памяти. Они стараются больше делать операции в памяти и кэшировать какие-то запросы. Если в 2008 году эта рекомендация была от 44 гигабайта памяти, то сейчас это 67. И тогда будут оптимальные результаты. Здесь графики есть, они останутся, вы сможете прикинуть. Для виртуальных серверов эти требования чуть выше. То есть, если вы делаете развертывание, это касается не только к базам данных, но и ARGIS серверу. Если вы это разворачиваете в виртуальной среде, вам нужно больше памяти на накладные расходы, скажем так, самой виртуализации. Что же делать, если количество ядер в процессоре конечна, память тоже конечна, диски конечны. Что делать, как масштабироваться, а как увеличить количество одновременно обслуживаемых пользователей. Масштабирование. Больше серверов, больше обслуженных и удовлетворенных, и довольных ваших пользователей. И этим также мы достигнем отказа устойчивости. То есть, если у вас сервер один, и там случится какая-то небольшая неприятность, например, загорела планка памяти или с диском, и он вышел из строя, и все пропало, все, система не работает, то при резервировании, да, может наступить какая-то временная деградация системы, то есть, меньше пользователей одновременно она обслужит, но система будет работать, вы будете выполнять свою работу, и работа не встанет. Сейчас мы говорим Argus Enterprise, и здесь у нас как бы есть три уровня, да, три как бы составляющие. Это портал, который видит пользователь, это Argus Server, который обеспечивает публикацию данных и визуализацию, рендеринг картинок, и, собственно, база данных, Argus Data Store, либо реляционная база данных, которая хранит эти данные. Каждый из этих уровней может и должен быть масштабироваться, или, ну, обеспечиваться его высокая доступность, то есть отказа устойчивости. Начнем с Argus Server. Argus Server очень хорошо масштабируется. Вы можете просто установить, там, 3, 4, 5, 10, ну, сколько вам нужно Argus Server, и их забалансировать. И все будет прекрасно работать, совался один сервер, работают другие. Но в такой конфигурации есть одно, один существенный недостаток. Каждый сервер вы будете конфигурировать отдельно, отдельно публиковать сервисы, отдельно их настраивать. Поэтому Argus предлагает кластеризацию. Так называемый многомашинный сайт, многомашинное размещение. В этом случае все сервера разделяют одно единое место, где хранятся конфигурации. И изменения, произведенные на одном сервере, автоматически распространятся на другие сервера. Это произойдет не моментально, естественно, с какой-то задержкой, но все изменения будут перенесены. Чем больше сервисов, тем дольше это происходит. В данном случае вам еще кроме самих Argus серверов нужно будет дополнительный элемент, который позволит пользователю не менять адрес, к которому он обращается к серверу. Это балансировщик. Такой балансировщик может быть как сторонний, так и используется веб-адаптер Argus. У веб-адаптера есть один недостаток, то, что нельзя настроить правила балансировки для него. То есть нельзя сказать веб-адаптер, ты, пожалуйста, работай с этим сервером, а этот пускай стоит, ты его не используй, он будет использовать только когда сломается первый. В этом случае не используйте веб-адаптер, используйте балансировщик. И вообще, если вам не нужна авторизация на веб-уровне, не используйте веб-адаптер, он вам не нужен. Вам нужен балансировщик, вы настраиваете Ease, Nginx, Hackproxy, любой, либо это железный балансировщик, который вас будет балансировать нагрузку между серверами. Опять же, все течет, все изменяется. Был очень удобный механизм, который назывался кластер Argus. Когда я сейчас говорю про кластер, я не имею в виду тот кластер, который вы видели при развертывании Argus, где вы много могли добавить машин, 3-4, каждую из этих машин в сайте разбить, так называемый кластер. Эти кластеры использовать не надо. Это был в свое время хороший механизм, удобный, но он показал свой недостаток при высоких нагрузках на серверах. Когда сервера начинали оркестрировать нагрузку между собой, этим создавая еще дополнительную нагрузку. Нагрузка возрастала лавинообразно, и это могло привести к выходу из одного сервера, из строя второго, третьего. В связи с этим, сейчас Естре рекомендует не используйте кластера, которые, ну, Argus кластер, в котором много машин в сайте. Разделяйте. То есть, если у вас были, были такие кластеры, при следующем апгрейде, просто делайте отдельные кластера, которые будут использоваться, так называемый, Single Cluster Mode. Сейчас этот режим по умолчанию, и сейчас устанавливаю, у вас все будет работать хорошо, и здесь не нужно. Но если есть старая инсталляция, в которой вы будете делать апгрейд, обязательно обратите внимание. Портал. Портал также можно защитить и нужно, защитить от сбоев. И если вы можете развернуть, и это уже доступно из коробки, при инсталляции вы можете развернуть один портал как основной, второй как резервный, и они будут работать и шарить между собой контент пользовательский. То есть, если один портал выйдет из строя, то пользователь, балансировщик, перебросив пользователя на другой портал, увидит все свои данные сохранными и сможет пользоваться. Здесь также можно пойти две схемы по созданию такого высокодоступного кластера. Это когда у вас нет авторизации на веб-уровне, когда используется у вас авторизация, только на портале. Вы можете поставить аргиз, мы можете поставить портал, два портала, сделать их высокодоступную конфигурацию, а сверху поставить балансировщик, который будет разруливать нагрузку. Но если вам нужна авторизация на веб-уровне, то есть, чтобы пароль у пользователя спрашивался сразу при входе, при вызове URL, то есть вы набрали URL, вас сразу спросил пароль. Это вот так работает авторизация на веб-уровне. Или вообще не спросился, а взялся из интернет-экспорера, который берет ваш логин, пароль, ваши учетные данные из корпоративной, корпоративной учетной записи. Тогда вам нужна авторизация на веб-уровне. Такая конфигурация будет чуть более сложная, но она тоже возможна. Вы ставите два веб-адаптера, которые, соответственно, настраиваете взаимно на эти порталы. И сверху опять же ставите балансировщик, который будет переключать у вас нагрузку с одной ветки на другую. Аргиз дата-стор. Как Игорь уже упомянул, он есть в трех ипостасях. Как реализационное хранилище данных, как хранилище тайлового кэша, как хранилище больших данных. Для каждого своя архитектура, так как в основе у них разный софт используется. Рекомендация всегда использовать Аргиз дата-стор для публикации большого количества сервисов. То есть та рекомендация, что не делайте много сервисов, она не касается сервисов, которые выпущены как хостед на портале, и они выпускаются, используют Аргиз дата-стор для этого. То есть рекомендация не делайте много сервисов, касается классических, картографических сервисов. Здесь немного другой механизм, здесь можете делать много и очень много сервисов. Это, скажем так, не настоящие сервисы. Не создается для каждого сервиса отдельного процесса. Как я говорил, так как там хранятся данные, вам нужно их сохранить и нужно обеспечить отказоустойчивость для такой системы. Опять же, уже из коробки ESRI подумал об этом, и есть инструменты по настройке высокодоступного кластера из двух серверов для реляционного хранилища. Репликация данных происходит между серверами автоматически и автоматически же происходит резервное копирование данных в указанную папку, которую вы указываете при настройке. Хранилище данных кэша листов. Иногда складывается ложное впечатление, что там хранятся тайлы простровые. Нет, там хранятся модели 3D, 3D модели, подготовленные для публикации. Здесь также из коробки доступна отказоустойчивость. Два сервера реплицируются, и вы уже сами обеспечиваете их резервное копирование. Хранилище больших пространств на временных данных. Здесь есть небольшой нюанс. Чтобы обеспечить отказоустойчивость, вы можете использовать один сервер, но это будет не отказоустойчивое решение, а чтобы сделать отказоустойчивость, нужно использовать 3 сервера. Не 2, а 3. Это происходит из-за того, вы можете использовать 2 сервера, но это не отказоустойчивая конфигурация. В основе хранилища больших пространств на данных лежит Elasticsearch, и у него такая технология, что если у вас 2 сервера, система не может понять, какие в одном из серверов попортились данные, система не может понять, кто прав из двух серверов. А если у вас 3 сервера, то у кого больше, тот и прав. Поэтому либо 1 и резервное копирование, либо 3, и вы уверены в том, что у вас выживет. Все эти 3 элемента вы объединяете вместе, каждый из которых масштабируется, резервируется и работает. Что же делать, когда нужно все это обновить? Порядок обновления вы должны соблюдать такое. Сначала вы обновляете портал до новой версии, он понимает старый Argus сервер, потом вы обновляете Argus сервер, он понимает старый Data Store, и потом уже только обновляете Data Store. В другом порядке нельзя, не будет работать, ну либо точнее будет работать, но потом, когда вы все обновите. А если вы хотите, чтобы это было непрерывно и система работала, то обновляйте по очереди, начиная с портала до Data Store. Катастрофа устойчивости. То есть резервирование хорошо, масштабирование хорошо, но кто же будет, если, не дай бог, вдруг прилетит ядерная бомба, ну или вдруг какая-нибудь катастрофа случится, свет отключили. Молния ударила в ближайший АТС, и те дизель-генераторы, которые обеспечивали Data Center, поработали или перестали, или вообще не начали работать. Поэтому нужна еще, вы должны обеспечить, можете обеспечить еще и катастрофу устойчивости. Та конфигурация, которую я рассказывал раньше, ее нужно просто продублировать в другом дата-центре и обеспечить то, что у вас был бы какой-то внешний балансировщик, который бы разрузливал потоки пользователей и не отправлял запросы на неработающий дата-центр, а отправлял в работающий. Да, нужно будет еще обеспечить синхронизацию данных между этими двумя дата-центрами, то, что эти сервера должны у вас реплицироваться и должны храниться резервные копии. Но это уже как бы можно обеспечить теми механизмами, которые говорил раньше. Это все, что я хотел рассказать, точнее то, что я успел рассказать. Довольно много есть, довольно много есть на сайте вики.гис.ком Там есть рекомендации, что, с кем, как, сколько. Там вы можете много найти полезной информации. Запишите себе адрес, он вам понадобится, когда вы придете к моменту, когда вам нужно будет ответить на тот вопрос, который я задал вначале. Сколько? Спасибо. Если есть вопросы, у меня вроде было 5 минут, я могу ответить. Да, Игорь, я слушаю. При обновлении, вы можете поставить? Да, постараемся. Да. Если используется ввода, сначала вы податки вводят? Ну, это у вас входное, да. То есть он стоит перед всем. А, сначала вы податки в портал? Да, да. Ну, на самом деле, одновременно нужно и веб-адаптер, и сразу же портал обновлять. Ну, веб-адаптер очень быстро обновляется. Вот. В отличие от всех остальных компонентов. Да. А вот если использовать, вы сказали, что кластер, это не есть хорошо? Кластер Argus. То есть не кластер серверов, который классический кластер серверов. Да, кластер Argus. А как это, как вы видите, это разные серверы, получается, эти серверы? Разные сервера. Разные сервера. Вы можете создать виртуальные сервера, можете создать, ну, железные сервера, сделать разные. Да. Да, на одном сервере одни сервисы, на другом другие. Если вам нужно обеспечить отказоустойчивость, да, вы разделили, как бы, вы добавьте еще один сервер, еще один сервер. Это затраты, да. Да, ну... У нас даже не отказоустойчивость, а просто повышение, допустим, ресурсов. Да. как бы, количество пользователей, мы сейчас поставим один дополнительный сервер и делим сервисы. Можете подойти по-разному. Можете публикать одни и те же сервисы на этих двух серверах, если не очень много. Вам же никто это не запрещает сделать. Если у них будет одна общая конфигурация, и вы конфигурируете один сервер, а конфигурация распространяется, настройки распространяются на другой. Это не аргисовый кластер. Это кластер серверов, скажем так. А есть кластер аргис, который в понимании аргис был, который внутри мультимашинного этого сайта, так называемого, вы могли разделить и перекидывать один сервер, с другой, и сервисы там публиковались отдельно. Его нельзя использовать. Он нехорошо показывает себя на высоких нагрузках. То есть разделять их физически на разные физические сервера или виртуальные. И они как бы не будут друг на друга так влиять сильно. То есть есть все механизмы для того, чтобы выпустить там 3-4 сервера, которых будет один и тот же конфиг-стор и сервис. И не надо управлять каждой сервером отдельно. Спасибо. Да. Про поток. Второй вопрос. С какого-то стерилизации по поводу репликации в случае, если мы устанавливаем в зерном ходе, допустим, правильно, ну, если бы там репликация не всегда идет, постоянно. Вы про какой имейте в виду дата-стор какой? Из трех. Давайте, давайте сейчас промытаем. Которые больших данных, которые тайловых. там... У вас кто-то упал, кто-то стал главным автоматически. Тот, кто выжил, тот и главный. То есть там есть небольшой лак временной, понятно, пока идет понимание, что второй сервер не работает, кто станет главным. Идут выборы, выбрали все. Этот главный, значит, он остается главным. Потом, когда второй поднимется, данные реплицируются и становятся обратно первым прямой. Главным прямой становится. Все, вопросов нет. Спасибо вам большое.